привет всем сегодня у нас второй выпуск рубрики что внутри я получила вторую посылку с пряжей теперь вместе с вами ее открою смотрите приехала вот такая посылка зеленым мешочком мешочек как будто из-под муки или из-под крупы или из-под сахара очень интересная упаковка я такую еще ни разу не встречала все дело в том что обычно присылают либо в пакетах от почты россии либо в коробках но вот в такой упаковке я пряжу получаю впервые как видите в этот раз она очень плотно упакована прошлый раз я говорила что нужно желательно упаковывать пряжу достаточно плотно чтобы она не бултыхалась в пакете здесь она прям очень плотно и я здесь заказала пряжу для платья посылка очень тяжелая весит много и я переживаю что это очень много для платья и она очень сама по себе объемная мне интересно что же там внутри и действительно ли пряжа занимает так много места сначала расскажу откуда я ее заказала сайт называется пряжа точка ру очень легко запомнить и этот сайт достаточно знаменитый я его часто встречаю девочки советую там тоже хорошая пряжа продается как и в предыдущий раз когда я говорила в первом нашем выпуске и я заказываю с этого сайта впервые мне интересно было посмотреть на сервис как оформлять заказ каким образом происходит доставка но естественно какую пряжу они мне пришлют мне доставка обошлась бесплатно наверное там какая-то сумма заказа превысила какое-то число и поэтому доставка мне было бесплатно доставляли не почтой россии а курьерской службой также мне посчитали какую-то скидку в 900 рублей видимо тоже благодаря тому что я заказала на какую-то определенную сумму сразу расскажу интересный нюанс насчет этого интернет-магазина я выбирала пряжу ориентируясь на желание заказчицы мы с ней вместе выбирали пряжу на платье и когда мы смотрели цвета половина цветов было подписано словом ожидается половина цветов не было никак подписано естественно я предполагала что те цвета которые ожидаются их нет наличие но они скоро будут но у тех цветов где надписи нет значит пряжа есть и можно спокойно заказывать но когда пришло время заказа я нажала кнопку в корзину и мне выскочила табличка что этой пряжи нет в наличии для меня это было шоком потому что мы очень долго выбирали цвет долго выбирали пряжу и я не ожидала что мне придется заказывать в каком-то другом месте когда я заказала в другом месте оказалось что и там нет этого цвета что нет достаточного количества цветов в другом месте мне сказали что мне не доставят посылку в крым и очень много было разных нюансов в общем я опять вернулась назад на этот сайт и я уже написала сообщение в службу поддержки этого сайта и спросила когда ожидается эта пряжа и можно ли ее вообще когда-то купить и мне ответили очень даже быстро и внимательно отнеслись к моему вопросу сказали что они могут заказать эту пряжу специально для меня там в количестве том которое мне надо естественно меня это устраивало и мне вообще понравился этот подход потому что когда человек теряется и в наличии пряжи нет он начинает искать другие интернет-магазины я делаю обычно так но на самом деле можно обратиться и возможно будет так что вам закажут специально кто количество мотков и тот цвет который вам нужен в общем мне это понравилось я думаю я буду заказывать в этом интернет-магазине еще давайте открывать и смотреть что там внутри я открываю и боюсь повредить упаковку и боюсь повредить внутренность этой упаковки потому что реально очень плотно упакована я могу просто разрезать пряжу так тут очень тяжело раскрывается потому что в несколько слоев видите да в таком мешочке я ни разу не получала пряжу он весь сыпется ух так теперь внутри черненький пакетик но это уже стандартная ситуация в таких пакетиках часто присылают возможно вот эта зеленая упаковка это упаковка не интернет-магазина а службы доставки может и такое быть так очень плотно упакована и это все зеленое сыпется ну вот самый обычный черный пакет со звездочками так открываю смотрите вот одна упаковка я подозреваю ого мне тут на два платья хватит так давайте открывать я эту пряжу покупаю впервые сейчас вам расскажу немножко о ней сначала сама достану в одной упаковке я так понимаю 20 мотков смотрите оа цвет красивый пряжа называется у нее для меня очень тяжелое название называется сан нес гарн мерина ул можете посмотреть это стопроцентный меринос я вам сразу скажу цвет номер цвета шестьдесят семьдесят один здесь в одном моточке 50 грамм и 105 метров спицы рекомендуют три с половиной вот так вот прям категорично даже нет никаких границ только три с половиной и все но я наверно буду вязать ну да мне кажется три с половиной четыре подойдет для этой пряжи я расскажу немножко про эту фирму про этого производителя я когда заказывала я поинтересовалась что это такое потому что первый раз слышала оказалось что это очень известная марка возможно вы ее тоже знаете если знаете напишите в комментариях какую вы конкретно пряжу этой марки заказывали потому что мне будет интересно и друг другую тоже попробовать я расскажу вам про эту пряжу про производителя производитель норвежский это пляжи из норвегии она была производство было образовано в 1888 году и вы можете представить насколько длительный срок уже работы этого производителя и поэтому естественно большой опыт поначалу они производили промышленную пряжу потом пряжу для ручного вязания сейчас я так понимаю не больше ориентированы на пряжу именно для ручного вязания продается пряжа по всему миру естественно есть какие-то официальные магазины которые продают эту пряжу у нас в россии вот например этот магазин пряжа точка ру где я покупала именно эти маточки как раз таки и имеет большой выбор конкретно вот этой марки сантнес гарн я кстати посмотрела что это значит сантнес это город где производится эта пряжа а гарн это с норвежского так и переводится пряжа все очень просто поначалу когда они производили пряжу вот в 1800 каком-то году в 1900 каком-то в начале двадцатого века у них естественно была засекречена система окрашивания пряжи они покупали сырое сырье если можно так сказать сырую шерсть и и окрашивали а потом пряли в определенные нити и поначалу они производили пряжу из норвежской шерсти а сейчас они больше ориентированы на то чтобы покупать более качественную шерсть меринос альпака все везется из уругвая из перу там где самые красивые овечки растут самой мягкой пряжи я вот сейчас трогаю эту пряжу я держу ее в руках впервые я хочу вам сказать это не самый мягкий меринос который я держала в руках к сожалению но в принципе да тоже мягкая мне очень нравится цвет структура нити рыхлая она не плотная то есть в изделии будет очень хорошо ложится не будет слишком тонкая будет объемно еще хотела сказать про эту марку они также создают журналы по вязанию у них даже есть сайт вы можете посмотреть модели и там прям указано из какой пряжи связано какое количество моточков нужно на как на определенную модель сайт на английском я знаю точно есть не знаю если на русском когда они начали производить эту пряжу они также стали выпускать журналы для вязания по вязанию и они создали модель очень известного свитера норвежского его носил я не вспомню сейчас кто какой-то известный спортсмен норвежский он занимался горным лыжным спортом и с тех пор после того как он его носил этот свитер с тех пор этот свитер данный который придумала эта марка пряжи сейчас является символом лыжного норвежского спорта мне кажется это интересный факт потому что когда мы вяжем из какой-то пряжи мы даже понятия не имеем кто производитель какая из его история кто этим всем занимается и хотя бы какая страна потому что я знаю что многие не понимают даже из пряжи какой страны они вяжут но вот я вам немножко рассказала сейчас я еще смотрю на этикетку мне очень нравится этикетка она из простой бумаги сейчас это модно здесь какие-то галочки видите здесь уже как будто ручная вязка изображена совершенно лаконичная этикетка мне кажется дизайн хороший ну и моточки такие маленькие интересные они не плоские не круглые как обычно бывает а вот такие вот овальные это классно ну вот я вроде вам все рассказала если вы вязали из этой пряжи или из пряжи этой марки напишите пожалуйста в комментариях если у вас есть вопросы ко мне тоже напишите если у вас есть какие-то предложения тоже напишите в комментариях а также ставьте лайки если вам видео понравилось и подписывайтесь на наш канал когда ко мне приедет следующая посылка я обязательно раскрою ее перед вами и расскажу что за пряжу я купила а вот это платье процесс вязания этого платья я буду выкладывать в своем инстаграме так что подписывайтесь на меня и там спасибо всем большое за внимание пока